Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Это продолжение темы письма Танеева Александру Третьему по библиотеке Ивана Грозного. Я сделала подробный разбор каждой фразы, а тут такое... Но в самом начале я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, мои исследования, мой канал. Благодарю за ваши комментарии, репосты и отдельная благодарность для тех, кто поддерживает рублем. Благодаря такой поддержке я смогла купить книги с информацией, которой нет в интернете. Это очень помогает в моем исследовании, расследовании. Я, как, знаете, такой следопыт, пыт-пыт, как Канан Дойль, я, так сказать, иду интуицией, интуитивно от книги к книге, и действительно там находятся всякие сокровища, которые подтверждают интуитивные догадки. Итак, благодарю. Елена Игоревна С. Александр Константинович Б. Благодарю за ваше стремление к истине. И я также вас всех благодарю, и всех моих гостей и подписчиков канала. В предыдущем фильме мы с вами знакомились с листа, с документами, и многие пришли к выводу, что это подделка. Был такое мнение. Подделка эти письма Танеева. Многие поделились почерком. По поводу почерка я вам скажу. И мы так писали. У нас было чистописание, правописание. Еще получше даже писали. Но в данном случае это писал не сам Танеев, это не его почерк, а почерк писаря. А вот подпись самого Танеева, она довольно корявая. Еще по подделке этого письма писали в комментариях, что это отвлечение от чего-то и что нет никакой библиотеки. В общем, мнения разделились. Но я вам скажу, когда я сама начала вдумчиво, не торопясь, вчитываться и буквально идти по каждому смыслу, строке, вот по каждому слову, мне стало очень многое открываться. И с этим я с вами поделюсь. Еще я хочу сказать, что вот в новых книгах, которые я выбрала, которые мне пришли, я закупила, и еще информацию, которую мне удалось найти в интернете, в том числе архивную информацию, я хочу сказать, что библиотеку Ивана Грозного искали, очень многие искали в начале века. И то, что она есть, тоже мнения разделились. Но, тем не менее, осталось мнение, особенно Стилецкого, был такой исследователь Стилецкий, который был убежден, что она есть. Это именно библиотека. Но, насколько я поняла, вот из информации, которую я увидела в книгах, они не ссылались именно на это письмо Танеева. То есть письмо Танеева действительно, вот в таком варианте, в котором мы с вами его прочли, оно нигде не озвучивалось. Возможно, оно действительно было как-то закрыто. На него никто не ссылался. Но на Софию Палеолог, на Фому ссылались уже исследователи и даже в начале советской власти. То есть первые годы советской власти ее тоже, эту библиотеку искали и думали, есть она или нет. То есть там мнения тоже разделились. Но сейчас я не хочу отвлекаться на эту информацию, потому что, если вы захотите, я ее дам отдельным фильмом, потому что то, что я хочу сказать вам конкретно по этому письму и так, такое огромное количество информации, чтобы хватило бы вам терпения, внимания, все это впитать, потому что ее очень много. И действительно, от дополнения, по тому, как мнения разделились, это целый цикл, это целый фильм надо делать. Поэтому я продолжаю. Ну, все по порядку начну. По пунктам, чтобы не запутаться. Читать буду со своего блога. Так, кстати, оказалось удобно воспринимать материалы. Итак, я еще раз напоминаю, что я написала статью, то есть для удобного чтения, потому что иногда воспринимать на слух неудобно, информации исторической много, поэтому есть текст. Текст для многих воспринимается более глубоко. Я тоже люблю текст. Итак, первое. Под пункт А. Танеев сообщает в докладе Александру Третьему, что начал разбор архивных бумаг в 1868 году, так как он сам сказал, имеющих огромное значение для нашей истории. По моей версии, глинозасып Москвы и других городов России произошел в 1860 году одномоментно, и начался новый отчет новой истории для тех, кто выжил и спасся. Поэтому тем, кто оказался в нужное время и в нужном месте, кто благополучно пересидел катастрофу, нужно разобрать архивы и что-то подправить, что-то уничтожить для обоснования своего правления на будущее население планеты. Б. Цитата. Бумаг, имеющих огромное значение для нашей истории. Да, для их истории. Очень важно романовым римским скрыть следы своих преступлений, о Гогенцойлерном, Гольштанском, Альденбургском и прочее, прочее. Создать видимость непрерывности и долговечности их правления на всей территории Руси, Сибири, Дальнего Востока, Юга, Аляски. Поэтому бумаги очень важны. Второе. Разбираем фразу. Среди важных бумаг, прочих, кои имелись в хранилищах Московского Кремля, я обнаружил фолианты Василия Шуйского от лета 1608 года. Кои вел поиск сокровищной библиотеки Иоанна IV Васильевича Грозного. Кои был последним из царей российских, кто знал эту великую тайну. Царь Василий Шуйский, однако, был близко к разгадке этой тайны, но неведомо почему большую часть доношений сохранил в тайнописях. Справка. Василий Иванович Шуйский, 22 сентября 1552 года, Нижний Новгород родился, умер 12 сентября 1612 года. Кстати, 12 года – это захват поляков Москвы. Русский царь 1606 по 1610 год, Василий IV Иоаннович, представитель княжеского рода Шуйских, Суздальская ветвь Рюриковичей, после низложения жил в плену у поляков. Последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле, Шуйский шел против Годунова и поддерживал Лжедмитрия. И вот докладной Танейв пишет, что Шуйский был близко к разгадке, близко да не очень, не нашел и не был посвящен в тайну. Он знал о сокровищах, но найти не смог. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Итак, Шуйский, хоть и последний из рода Рюриковичей, но уже предатель и в сговоре с поляками ему не было доверия. И правильно. Итак, все последующие правители, как Лжепольские и Романовы, хотя и знают, что есть сокровища, но видят око да зуб не имет, ищут и найти не могут. Не достойны, потому что... Здесь я опять вспомню Александра Владимировича Пыжикова, который единственный из официальных историков, прямо сказал, что Романовы – самозванцы. Итак, сам Шуйский записал большую часть информации в тайнописи, которую уже и Романовы не знают. В данном месте Танеев подтверждает, как само собой, то, что Романовы не имеют отношения к царским династиям, потому что им не переданы главные тайны, то есть они не являются продолжателями и правоприемниками, наследниками русского царства. О, куда нас занесло! А это на сегодняшний момент сводит на нет все потуги монархистов и их пляски с бубном от Гоги и Магоги. Кто не понял, Гога – это Гоша Гогенсольерн, типа наследный принц дома Романовых, а Магога, соответственно, мать Гоги, он же Гоша Мария Кирилловна Романова. Третье. Солнечный луч в день летнего солнцестояния в весокосный год падал от Тайницкой башни через малые церкви, что стоят у реки Неглинной. А. Подпункт. Итак, назван Старый Кремль. Старый Кремль – это не тот Кремль, что мы все знаем. Екатерина II в 1770 году, обратите внимание, 1770 год, она хотела перестроить Кремль, а в 1771 году были какие-то холерные бунты, и было очень много умерших, которые хоронили на Дорогомиловском кладбище. Кто не смотрел мои фильмы, посмотрите. По войне 12-го года скажите, дядя, ведь недаром сожгли Москву. У меня там две серии, как раз это Дорогомиловское кладбище, Дорогомиловская дорога упоминается. И тут вот у нас совпадение по датам идет. В 1770 году хотела перестроить Кремль, так нам сообщают исторические источники. А может быть, она его побомбила немного, Москву побомбила. Ну, хорошо, исходим из того, что ей не нравился русский Старый Кремль, и захотелось ей в Москве устроить все по европейскому вкусу. Так там передовое, а здесь все зачуханное. Но опять-таки это все из книг я беру, из официальных. И повелела она масону Баженову создать план нового Кремля. При этом многие старые церкви были снесены. А стены Кремля и Тайницкая башня были полностью уничтожены. Вот я здесь хочу упомянуть Исаакиевский собор, который достраивался из кирпичей при Павле I. Кстати, тогда при чем здесь Монферран? Но это много раз уже обсуждалось. Есть у меня и своя версия по Монферрану, но опять-таки не в этом фильме. Мы имеем указания на серьезное разрушение при Екатерине II, как Исаакия, так и московского Кремля. В истории это все проходит вскользь, и почему-то никто на эти совпадения огромных разрух, то есть огромных переделок, зданий, усадеб, изменения планов целых городов, пожаров. При Екатерине не обращать внимания. Это представлено как переустройство улучшения на западный манер. В книге по археологии Москвы дата сноса целых кварталов в Москве несколько раз фигурирует как 1772 год. Смотрите, опять даты близкие. Что там делала Екатерина? Тайницкая башня, где предполагает Тайнеев был клад, при Екатерине разрушена полностью. Это официальные данные. Так что она там искала? И со злостью, что не получила желаемого, разрушила Кремль и многие кварталы Москвы? А вы про это не знали, дорогие зрители? Думаю, нет. Это я впервые сейчас сопоставила новые данные, такие как письма Тайнеева и недавняя купленная мною книга по археологии Москвы. Кстати, я очень благодарна автору. Автор – главный археолог. Он очень аккуратно, очень аккуратно стал подходить к информации. Благодарю его за это. Книга 2018 года «Археология Москвы» Леонид Кондрашов. А мы обратим внимание и посмотрим, что есть по этой теме. Вот фотокартина Кремля XVIII века. Запустение московского Кремля при Петре I, уничтожение следов ордынского периода Тартарии. Ну, насчет Тартарии я уже не согласна с этим направлением. Потом тоже объясню, почему. «История Москвы Забелина» есть книга Ивана Забелина. Итак, Танеев пишет записку в 1882 году. А в это же время создается комиссия по созданию истории Москвы. Конец XIX века. Это из книги Ивана Забелина. Приводится полный список того, что нужно собрать и исследовать, в том числе в конце огромного списка всех служб, дел, населения, хроника бедствий города, пожары, бури, наводнения, моровые язвы, голод, нашествия иноплеменных, хроника воздушных и вообще метеорологических явлений. В половине того же 1881 года, согласно указанию комиссии, начались работы по изысканию и расследованию архивного материала, которые потом, в 1884 году, дозволили издать первую часть материалов для истории, археологии и статистики города Москвы в объеме 93 печатных листов. Вторая часть в объеме 103 печатных листов появилась в 1791 году, значительно запоздавшая, так как подбор материалов для определенной цели именно по истории церквей очень медленно поддавался настойчивым работам. Это вот из книги Забелина «История города Москвы от Юрия Долгорокова до Петра I». Можно почитать в интернете, она есть оцифрована. У меня есть книга Иконникова «Тысячи лет русской архитектуры» со времен моего студенчества в Мархе. Там есть планы Кремля 17 века, так называемый Петров план. Это Петров план, к Петру I никакого отношения не имеет, просто Петров план. Книга издана в конце 1980-х годов, и планы все вроде бы как положено. Однако в последующие годы при раскопках в Кремле археологи заявляли, что, оказывается, остатки фундаментов старых храмовых построек не совпадают с планами, которые у них были. То есть и с планами Иконникова в книге Иконникова тоже не совпадают. То есть если это было застолблено, все железобетонно такое, вот они железно предполагали, что те планы, которые у них есть, оно так и есть, и что под землей, ну просто снесенной церкви, а под землей, вот на этих местах, где планы, там и есть эти фундаменты, при раскопках все оказалось ровно не так. Совершенно не так. Для них было полной неожиданностью. Для археологов, о чем они, в общем-то, и так сказали. Ну это все вскользь проходит, но они об этом говорили. Если даже у археологов всех тех служб, которые имеют специальные доступы к архивам, для них при раскопках были сюрпризы, и таких сюрпризов очень много. Как же так? Значит, опять-таки это говорит о чем? Что преемственности информации в XIX веке, во второй половине XIX века, когда проводился именно этот аудит московских землей и археологии, и когда писалась эта записка, я полагаю, она все-таки писалась. Вот по многим, по тем косвенным вещам, которые я узнала, я полагаю, что она писалась, потому что это был очень большой интерес у очень многих людей, серьезных людей, ученых того времени. Итак, Игнатий Стелецкий, о котором я уже не раз упоминала о своих работах, тот, кто искал библиотеку Грозного, представил собственный план подземной Москвы в 1912 году уже на заседании Общества выпускников археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI-XVII веков, расположенных в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт. Вы представляете? Сплошные исторические пустоты, вот то, что попадают, когда провалы происходят в центре Москвы, это исторические пустоты. Их тут же перекрывают, их тут же потом заливают бетоном, как в Филипповском переулке. Не следует ничего, мгновенно все засыпать, чтобы, не дай бог, люди туда не полезли, не узнали. Так что дома в Москве не проседают. Когда говорят, что дома проседают, поэтому окна в земле. Она засыпана. Вся Москва стоит на старых стенах, на старых допотопных стенах, на белокаменных стенах предыдущей старой Москвы. По мнению ученого, подземный город был построен в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиараванти. А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог около 1455-503 года, которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница москвенности государственных тайн. А где лучше всего скрывать секретные переговоры или личные интриги? Подземелье. В предисловии книги Стелецкого написано «Библиотека Ивана Грозного не один десяток лет привлекает к себе внимание как широкой публике, так и ученых-специалистов. Судьбу библиотеки пытались проследить Белокуров, Лихачев, Соболевский, Зарубин, Слуховской, Тихомиров, Шмидт, Амосов и многие другие». Вот видите, о чем я вам и говорила чуть ранее. Одни исследователи считали, что она сгорела в пожарах 1547, 1571, 1611 и так далее. Лихачев так считал, Забелин так считал сам Иван Забелин, Клоссиус. А другие утверждали, что она разграблена поляками в смутное время. Третьи уверены, что она растворилась в Синодальной и других библиотеках, так считали Шмидт и Слуховской. Четвертые, что она хранится и по сей день в кремлевских подземных палатах. Последним принадлежал Игнатий Яковлевич Стелецкий, неутомимый искатель библиотеки и посвятивший этому делу более 40 лет. Это выдержка из книги о Стелецком. Документальная история библиотеки Ивана Грозного была написана Стелецким в 1944-48 годах. Состояла она из трех томов, но последний том в Гали СССР передан не был. Вот тоже интересный момент. Последний том передан не был. То есть исчез последний том Стелецкого. Итак, библиотека Грозного – это не миф, а доклад Танеева в 1882 году Александру Третьему совпадает с работой Московской комиссии по составлению Московской истории же. Теперь мы точно знаем дату, когда писалась история Москвы и Древней Руси. Это 1881 по 1895 год примерно с Московской комиссии. Это уже был заказ. И книгу писал заказ этот Иван Забелин. Иван Забелин, он был потом директором исторического музея. Да, он как бы славянофил получается, но посмотрим. Я купила эту книгу Забелина, она очень большая, и по Москве, и по Руси. Я буду ее изучать, и потом свои результаты изучения я обязательно вам скажу в своих фильмах и статьях. Что еще интересного? Еще Стелецкий обращается за помощью к бывшему князю Н.С. Щербатова в 2004 году. Они таки рылись, они искали. Но фотографии и записи у Щербатова были изъяты под честное слово сотрудниками ЧК. Ну вот за раз здесь и у ГПУ на почетном месте на думку Щербатова. Язвительно замечает разочарованный Стелецкий. Стелецкий, видите, по-украински, по-малороссийски пишет. Но он поляк и малорос. Он из той когорты, которая, в общем-то, изобличает Пыжиков. Но в данном случае он действует искренне, как исследователи. Насколько искренне его планы покопаться именно в Москве, я не знаю. Там они не совсем огромны. Его личное желание. Он действительно этому посвятил всю жизнь. Но здесь надо быть очень осторожным, потому что он все-таки малоросский поляк. Стелецкий. Они все время хотели по Пыжикову, именно сейчас я буду во многих своих работах, именно опираться на работы Александра Владимировича Пыжикова. Итак, я возвращаюсь к докладу Таньева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!